приветствую вас коллеги окончательно и бесповоротно это видео посвящено юнит тестированию я надеюсь что на вас заинтересует есть ли да пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии и мы тогда продолжим я намереваюсь сделать серию роликов посвященных юнит тестированию я хочу сделать примеры я хочу показать как это делается как то удобно как это просто и как правильно это использовать ну и в общем давайте это считать видео пилотным и в этот раз немножко теории и так говоря про юнит тестирование нужно понимать некоторые концепции которые можно положить в основу хорошо правильно и плохо давайте поговорим что такое плохо если вы пишете юнит если вы вообще писатель не тесты не можете ну это плохо на самом деле есть бытует мнение что ну юнит тесты ну не нужны они на них тратится время и вообще ничего толкового ну а если толкового то не очень много и в общем то на это тратится время а у бизнеса как всегда времени нет но могу вас заверить что американцы они очень практичные люди они умеют читать у них много посвященную не тестированию и в последнее время вот последний год два три может быть на моей памяти моем опыте встречаются заказчики кода которые обязательно порядке требуют использовать юнит тестирования посчитали что при использовании тестирования первоначальном этапе затраты на производство гораздо больше но в долгосрочной перспективы юнит тестирования существенно позволяет сократить расходы на написание кода и так плохо давайте вернемся к плохо если плохо если я не могу писать теста да это действительно плохо было бы неплохо если вы вписали второе я не могу писать тест потому что он является статичным или не возвращает результат или приватную речь идет конечно про методы которые являются статичными или void и ну то есть не возвращает никаких данных либо является правит плохо если ваши тесты выполняются слишком долго ну как бы тут других вариантов нет что это действительно плохо плохо если тесты ваши перестают работать когда база данных или допустим веб-сервис или какой-то там система какая-нибудь там я не знаю выключена там rapid incune например выключен в общем это это неправильный подход так не должно быть теперь давайте перескучим на следующий слайд и немножко поговорим про то что же все таки хорошо но в общем как противоречие тому что если плохо вы пока если плохому да когда тесты выполняется медленно хорошо если не выполняется быстро да опять же хорошо если тесты изолированы каких-либо внешних зависимостей речь идет а вообще обо всех то есть от баз данных от веб-сервисов от каких-то систем от каких-то вспомогательных там я не знаю чего то еще можно придумать чего неважно главное чтобы они были изолированы тесты должны повторяться сколько хочешь то есть неограниченное количество раз не бывает так ну вернее не должно быть так чтобы выполнить тесты следующий вызов ну валит систему или там тест ну перестает быть проходибельными конечно можно выразиться то есть они должны легко повторяться и неограниченное количество раз тесты должны быть self checking ну в общем о чем речь идет речь идет о том что не нужно никаких-то никаких телодвижений пользователя разработчика для того чтобы тесты проходили то есть если тест прошел то он реально прошел если не прошел то он не прошел то есть нельзя чтобы было так что про этот тест пройдет если я поставлю здесь галочку да вот вот такой вот вариант вот не прокатывает ну и в общем-то от теста что наверное самое главное не должны быть уместными если вы пишете тест дольше чем сам код который тестируете ну это мне кажется нужно обратить время на архитектуру обратить внимание то есть потратить время на архитектуру обратить внимание на то что что-то здесь не так собственно говоря вот из этого последнего пункта вытекает как бы вот правильность да на следующем слайде мы про это поговорим смотрите если поддержание юнит тестов то есть если тесты не очень там правильно написаны или неправильно написан код то вот это вот связка юнит тесты и код на который они покрывают они существенно усложняют процесс и значит ломает всю концепцию нет тестирования в общем-то давайте поговорим про все-таки правильно да вот в концепции хорошо и правильно всегда нужно выбирать правильно как вы понимаете но еще есть какая пословица что лучше враг хорошего но вот кстати к программированию это не относится но опять же на мой взгляд и так правильно что будет если вы будете писать тесты но во первых ваш код будет покрыт другим проверочным кодом то есть гораздо меньше вероятность того что вы ошибетесь а также если вы будете код писать правильно то он будет менее связан что значит писать код правильно то есть сама сам принцип написания кода то есть когда вы пишите код вы примерно предполагаете как вы будете его там тестировать писать тесты да то есть что подставить и куда и таким образом манера письма если так можно выразиться в концепции программирования да она будет уже адаптирована под модульность то есть вот будет менее связаны то есть само понимание как работают тесты и и она у вас дисциплинирует при написании вашего кода это очень важный параметр потому что это реально упрощает и написание и модульность и связанность то есть минимизирование связанности вашего кода я просто группа опыту а в общем что еще дает если вы не писать тесты ну опять же говорить про интеграцию функционала допустим вы написали какое-то приложение нужно написали там кучу и нет тестов и собственно говоря через какое-то время вы уже то не про него забыли приходит заказчик на добавить сюда еще вот это вот букву а в букву бы вы написали добавили прогнали не тесты если все прошло понятное дело вы не сломали функционал все работает но если у вас нет юнит тестов вам придется заново проходить все все тестирование функциональное да то есть прям тыкать пальцем смотреть сломалась не сломалась это теоретически вообще невозможно потому что прошло время вы по вы переключились на другие проекты вы забыли как работает это вы где-то что-то не учли то есть юнит тестирования существенно упрощает интеграционного функционала просто потому что весь код очень сложно сломать собственно игра именно по этой причине вы защищены от регрессии для написания кода то есть написать код таким образом что сломался какой-то предыдущий функционал это тоже очень важная штука я прошу вот на этом акцентировать свое внимание также у вас появляется возможность защиты при публикации ну есть такое в моей практике в том числе когда какой-то код там приходит то есть предположим что есть какое-то приложение я написал наработает она выложена в continuous integration то есть публикуется автоматически билдится публикуется развертывается вот ну и приходит допустим заказчик или кота задача от заказчика надо добавить там зеленую полоску в три ряда ну какие проблемы давайте добавим ну что там добавлять как обычно думается написал код от тестировал смысле написал код сбилдил собрал его зашибись публикуешь его на продакшн и если бы не было тестов и какой-то тест упал то есть в общем понимаете да то есть забыл прогнать тесты подумал что функционал очень легкий выложил на продакшн бамс вывалился юнит тест который свалил там какую-то публикацию или сериализацию просто потому что там длина поля например увеличилась в общем это дополнительная защита от того что вы публикуете гадость при continuous integration или deployment вот эти юнит тесты они прогоняются они позволяют защитить вас таких вот гадостей так сказать в сторону заказчика но в общем то и само время на функционале тестирования как понимаете при этом сократиться потому что часть работы будет выполнять ваш кота часть работы по тестированию да то есть вам не придется там протыкивать дополнительные фишечки вы точно знаете что это вот сообщение будет отправлено и что если не отправлено получится экземпшен или там уведомление ну в общем я уже ухожу в детали но собственно говоря не было важный пункт вот совесть да в последнее время когда как в том анекдоте да у тебя совести есть есть но я не пользуюсь вот в общем то сейчас вот не принято пользоваться совестью но в общем я считаю что это немаловажный факт когда у вас она есть и вы пользуетесь ну и еще дополнительно парочку слов хочу сказать что писать тесты можно тоже по правильному да то есть если правильно если вы не только пишите тесты не пишите их правильно собственно говоря к чему сводится весь этот монолог мой тесты нужно писать не просто да то есть можно написать тесты и таким образом что они ничего не будут тестировать или буду тестировать неправильно или само понятие теста для последующих поколений так разработчиков до ваших коллекторы придут там после вас они будут нечитабельные не ну в общем понимаете да чем речь идет собственно речь как раз для урочнения да то есть есть понятие именования тестов то есть для того чтобы понимать как работает тест когда у вас там их там сотни там тысячи или там десятки тысяч не тестов из самого названия должно быть понятно что этот тест тестирует да в каком сценарии он используется и какое ожидаемое поведение при вызове этого сценария должно быть то есть если ты загорелся красным вы должны понимать что вот этот метод в этом сценарии вернул не то что ожидалось в общем то сама структура тестов она тоже имеет некоторые ограничения есть на самом деле разные подходы и паттерны я использую arrange act assert который привносит некоторую так сказать порядок да в самом тесте то есть когда вы разграничиваете все тесты на arrange act assert это то есть когда вы разделяете само тело теста на три подпункта да то есть на три вот место где вы создаете то есть данные да там модель создаете для того чтобы ее протестировать в следующем вот act это как раз выполняете конкретное действие то есть какого-то метода который должен вернуть какой-то результат или какая-то секция так называемая assert которая показывает true или false ну то есть как раз промеряет результат а это создает меньше путаницы в том смысле что когда бывает после долгого написания юнит тестов получается так что забываешь что тестируешь и в общем ну было бы неплохо на самом деле в общем тоже иметь такого подхода общепринятый есть еще и другие варианты написания ну я думаю что вы там полезно он и наглядно выглядит более понятно ну и в каждом юнит тесте сразу понимаешь что где в каком месте там как изменилось если допустим ошибки при изменении то есть при изменении самого функционала не то есть тоже приходится правиль поэтому при наличии ошибки сразу видно где где вот при наличии этого ланоча заговариваешь уже так поехали дальше ну и в общем то минимализм при написании тестов на самом деле одна из самых важных признаков до 11 ваш признаков мастерства в том числе программирования почему ну то есть чем меньше те тест да то есть тем быстрее не выполняется тем более непонятные тем более нечитабельные ну и в общем немаловажным фактом да то есть сама основные кому это приводит тому что они более устойчивы так внешним изменениям кода ну допустим у вас есть какой-то функционал его написали на него юнитеста он работает вот и потом этот функционал был изменен и вместе с ним приходится там заново чуть ли не писать тесты то есть понятное дело что изменения функционала могут быть разные но при минимальных изменениях функционала чтобы не вредить всему 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 так сказать процессу до изменениях да если так можно выразиться в общем чем меньше проверяет тест чем меньше от этого тестируемая единица то есть юнит вот этот вот самый тем меньше и он подвержен и изменениям в условиях там бизнес-процесса да то есть если у вас бизнес-процесс создать накладную а при этом там кучу уведомлений из отправляется проверка по базам какие-то чеки бизнес-процесса запускается то есть нужно писать соответственно юнит тест на каждый из этих методов то есть при изменении одного то есть не не всей вот это вот накладной да там создание а более такой детальный подход ну и вот опять же вот второй пункт да вот ближе к тестированию поведения чем к реализации я его уже объяснил ну только своими словами да то есть чем ближе вы тестирование поведение да то есть вы проверяете что не накладная создать а что должно было произойти в процессе создания накладной то есть ближе к реализации то есть непосредственно что должно было произойти для выполнение для вас создание это накладной ну и в общем еще немаловажным понятием таким является то есть именование переменных в тестах я скажу что в зависимости от того как вы назвали сразу можно определить что поломалась или что нигде создать то есть вот если во втором пункте range экт и ассорт ну неправильно подставить именование в тестах да там обычно используется expected значение и actual ну то есть ожидаемое и текущее да то есть актуальное значение в общем если именовать неправильно тоже можно ввести как минимум себя в заблуждение в будущем как максимум всех окружающих ничего сложного нету написать правильное название ну в общем на самом деле это рекомендуется делать потому что я встречал такие тесты которые как бы даже совсем не тест ну в общем ладно неважно ну и в завершении что дальше смотрите я планирую сделать серию видео опять же прошу вашего фидбэка то есть отзывов напишите нужно ли не нужно надо ли не надо пожалуйста ну потрудитесь в общем что дальше практика я хочу создать определенный проект в котором поднять эту систему юнит тестирования показать все плюсы минусы как это работает я хочу создать показать как создавать заглушки для того чтобы я покажу инструменты которые можно использовать ну я имею ввиду там ноги пакеты там это обработчики дополнительные я на примерах покажу как это как это вообще вот для чего это делается и и в основном ну то есть задача моей для все это вот но роликов про юнит тестирование показать насколько это сокращает долгосрочной перспективе особенно долгосрочной перспективе использования вот этих вот юнит тестов на этом наверное хочу с вами попрощаться пожалуйста пишите в комментариях нужно ли эта тема насколько она вам полезна что на что требуется обратить внимание если есть вопросы пожалуйста задавайте поэтому наверно все хорошего вам дебага всего доброго подписывайтесь на канал ставьте лайк и пишите комментарии